Ты меня никогда не прогонишь, не отталкиваешь, ты меня и перстом не тронешь. Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения. Мне нравится, что вы больны мной, мне нравится, что я больна не вами. Как мимо лет, как гений чистой красоты. Субтитры создавал DimaTorzok Стилист, визажист, парикмахер, портной, преподаватель, художник. Это далеко не весь перечень ролей, которые играет в своей жизни Юрий Амросимов. Но все эти роли объединяет одно. Они призваны делать мир прекраснее и совершеннее. И люди в этом мире не исключение. Лицо как чистый лист, утверждает мастер, создавая очередной свой шедевр. А макияж — живопись. И, разглядывая фотографии работ, не можешь не согласиться. Из-под рук Юрия словно бабочки выпархивают образы. Женщины-вампы, миловидные кокетки, роскошные соблазнительницы и невинные красавицы, элегантные леди и очаровательные невесты. Эти образы яркие, выразительные, самодостаточные. Красота — это настолько понятие необъяснимое, но, тем не менее, существуют нормы и существуют определенные рамки, которые диктуют моду. Во все времена эталонами красоты были разные пропорции, разные цвета. То есть все зависит от того, в какой эпохе мы находимся. на понятие красоты влияет и политическая ситуация, на красоту влияет и технический прогресс. То есть поэтому лично в моем понятии красота, конечно же, во все века всегда ценилась красота натуральная. Но для того, чтобы создать натуральную красоту, нужно очень много работать. Намного сложнее сделать натуральный макияж, чем, допустим, вечерний или свадебный. Юра, я сейчас накрашена так, как всегда, крашусь перед съемкой. Какие-то коррективы, видения, как профессионального рисажиста, можете внести? Конечно, каждый человек видит макияж по-своему. Меня очень устраивает твой макияж, но я могу тебе предложить еще один вариант. Один из вариантов, скажем, потому что их много. Я тебе один предложу. Ну, а отличается телевизионный макияж от будничного? Конечно. Дело в том, что для телевидения нежелательно использовать перламутровые продукты, которые блестят и отражают очень сильно свет, то есть бликуют. И, чтобы не блестело лицо, нужно использовать специальные пудры для телевидения и фотосъемки, то есть для крупного разрешения. Дело в том, что на сегодняшний день телевидение переходит на цифру, я не знаю, у вас перешло. Крайди-финишер? Да. Вот, как раз вот, пудра для цифрового. А зависит ли ты на макияж по типу лица? Нет, конечно. От типа лица зависит весь макияж. У тебя лицо овальной формы, то есть правильное, пропорциональное, выравновешенное. Глазки ты делаешь немножко театральные. А я тебе сделаю немножечко по-другому. То есть это интересный вариант. Но мы не верим в кампы. Посмотри вверх. Стрелочки меня проявили. Устраивает цвет. Цветовая камп. Боже. Единственное, что я бы хотел поиграть с бумажкой. С тоном. Единственное, что я бы хотел поиграть. Я тебя немножечко отступлю как бы от таких телевизионных рамок для новостей. Так как у нас не новости, то есть мы можем немножко поиграться. Как пришел в профессию? Как определялся в своей жизни? Как это проявлялось в детстве? То есть как складывались жизненные пути? Я очень долго шел к своей профессии. Дело в том, что макияж делать мне нравилось всегда. Просто раньше не было такого понятия макияж. Раньше просто обращались. Юра, накрас. Сделай красиво. Вот и все. Самые первые уроки макияжа, наверное, мне преподала моя воспитательница в детском саду. Мне было 5 лет, и у меня была очень красивая молоденькая воспитательница. Наташа. Отчество, к сожалению, не помню. Я ее называл Наташей. У нее были шикарные глаза, длинные черные волосы. И она очень часто разрешала мне расчесывать волосы. То есть мы с ней были не просто как воспитательница и ребенок чужой. То есть настолько у нас были дружеские отношения. Дело в том, что она была сразу после училища. И она еще сама была не против побеситься, побалдеть. То есть и поэтому у нас была такая непринужденная обстановка. Она часто брала меня на руки и даже разрешала накрасить ей губы. Ну, как я мог накрасить в 5 лет? Там, конечно же, это было и смешно. Прибегали все няньки, там смеялись, ухахатывались. Но, тем не менее, мне это нравилось. Мне нравилось создавать одежду. Я попробовал себя портным. Когда началась перестройка, в ателье мод стало трудно. То есть планы росли, зарплата падала, и я это дело оставил. Если ты знаешь эти основы, то макияж сделаешь завтра. То есть что такое макияж? Это тот же грим, но уже более современными средствами. Я думаю, что сейчас уже и грим не такой, как раньше делали. То есть сейчас все более аккуратно, более натурально, скажем так. Допустим, если раньше делали жирным гримом, который нужно было килограммами пудры фиксировать, чтобы он не растекался, и на этот грим можно было смотреть только из зрительного зала. Но когда появилось цифровое телевидение, цифровые фотокамеры, люди получили большое разрешение кадра, то есть стали видны все недостатки того грима. Ну и, конечно же, профессионалы, создатели косметики начали трудиться над тем, чтобы создать такую косметику, которая выглядит более органично, натурально, даже при рассмотрении под микроскоп. Можно считать, что висажист — это художник? Конечно же. Для этого нужен талант? Талант необходим во всех профессиях. Самое главное, когда рисуешь брови, нужно знать правила золотого треугольника. То есть в чем заключается? Если от крылоноса через внутреннюю часть глаза провести ровную линию, мы увидим, где бровь должна начинаться. Чтобы узнать, где наивысшая точка брови, нужно провести... Есть несколько вариантов. Можно взять отрезок брови, разделить на три ровных части. Две трети идут вверх, одна третья идёт вниз. Можно от кончика носа, вернее, от основания носа, от центра провести через зрачок ровную линию, и она нам покажет, где наивысшая точка бровей. И самое главное, конец бровей не должен уходить ниже линии складочки верхнего века. Потому что, если опускать ниже, то это будет такое ощущение, как глаза енота. В чем смысл жизни, по мнению каждого человека и твое? Смысла жизни нет. Так как на Земле нет объективного. Всё субъективно. То есть мы всегда воспринимаем мир именно со своей колокольни, со своей точки зрения. Как говорится, кто говорит, тот прав. То есть объективности на Земле нет, и смысла жизни нет. Но человек ищет смысл жизни, и мне кажется, что невозможно его найти. То есть всю жизнь можно искать, как священный Грааль. То есть я считаю, это утопия, искать смысл жизни. Я для себя выбрал просто жить и по возможности стараться не причинять вреда другим. То есть если ты не можешь сделать кому-то хорошо, не делай, но и не делай плохо. Вот и всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. У меня есть очень большая одна мечта, важная, к которой я иду всю свою сознательную жизнь. Ну и есть ещё две второстепенные. Но самое главное, то, о чем можно говорить, конечно же, я мечтаю о том, чтобы я всегда чувствовал стиль моды. Я вот работая в салоне с парикмахерами, я всегда говорю, так, девки, если заметите, что я начинаю не чувствовать моду, говорите мне. Потому что очень часто бывает, что человеку не говорят в глаза, что вот ты там неправильно воспринимаешь красоту или у тебя там плохой вкус. И человек думает, что у него все отлично. Но я точно такой человек, как и все. Могу где-то что-то пропустить, где-то что-то и не увидеть. И я всегда стараюсь учиться у других. Я с удовольствием просматриваю чужие макияжи. То есть, если кто-то делает макияж, мне всегда интересно, ну какой косметикой работает, ну как делает, как это выглядит. Конечно же, бывают и у меня огрехи в работе. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Знаю, что ты еще рисуешь картины. Откуда сюжеты, вдохновение? Что дает вот этот момент реализации воплощения своих образов? Наверное, я буду не оригинален и повторюсь. Дело в том, что прекрасное вокруг нас. Нужно только уметь его видеть. Для этого можно просто открыть окно, посмотреть на восход солнца, на закат солнца. И ты увидишь всю палитру цветов, растяжек от золота к фиолетовому. То есть, небо диктует очень часто растушевки тех же теней, тех же картин. Это все есть в природе. Посмотреть на крылья бабочки, стрекозы, посмотреть на аквариумных рыбок, какие там шикарные цвета. И ты никогда не ошибешься, если будешь использовать то, что увидел в природе. Вот точно так я рисую. Я продумываю, конечно же, сюжеты своих работ. Я не могу это называть живописью, высоким искусством. Я рисую в основном для себя, для самореализации. И это дает мне возможность немножко окунуться в более идеальный мир, чем тот, в котором мы живем. То есть, это в моих работах мир, в котором я себя чувствую более комфортно. Вигелий Сервантес как-то сказал, грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы. Хотя, вероятно, Сервантес не учел, что часто самой женщине неведомо, насколько она может быть красива. Юрий Абросимов замечает красоту вокруг себя. На крыльях мотылька, в изящных изгибах лепестков цветка, в окраске птицы, в оттенках заходящего солнца. Замечает и воплощает в своих работах, делая мир прекраснее. Волшебство, не так ли? А кто сказал, что профессии волшебника не существует? Создающий вокруг себя сказку сам становится волшебником. «Самое сильное оружие – власть. Только она дает возможность распоряжаться смертью». Так начинается предисловие в приключенческом романе Юрия Маслеева «Маятник судьбы». Это последняя, пятая книга, завершающая серию под общим названием «Злобным малюром до города ночи». Сам автор считает себя прозаиком, но ему удается чудесным образом вплетать в собственную прозу собственную поэзию. В мире Юрия Константиновича эти жанры органично существуют как вместе, так и отдельно друг от друга. «Татуировка на душе» – такое название носит небольшой поэтический сборник Юрия Маслеева. В его предисловии сказано «Мир дуалистичен, и природа не терпит однообразия». Так и философская поэзия Юрия Маслеева бушует между двумя полюсами – ощущением любви к родине, к женщине, к жизни. И гневом к так называемым народным избранникам, которые ведут себя как оккупанты-мародеры, поставившими на колени народ, победитель путем обмана, подлости и предательства. Верико Константинович, вы себя считаете поэтом или прозаиком, потому что вы пишете… Однозначно я себя считаю прозаиком, потому что это большой, интересный и нелегкий труд. Поэзию я отношусь как досугую. Иногда придет какая-то мысль, я написал стихотворение. Просто уже я привык в год издавать хотя бы по одной книге, в том году у меня не получилось с романом, потому что пришлось отложить. Я насобирал по обрывкам, по книжкам, по этим смотрю, насобиралась на небольшой томик стихотворения. Вот я и издал эти стихи. А в общем-то стихи, они мне необходимы для того, чтобы оттенять наиболее эмоциональные аспекты в произведениях. Скажите, вот для того, чтобы работать, когда в родственной книге, вам необходимо было вдохновение? Это все-таки это больше труд? И вообще, что в вашем понимании вдохновение? Я вам так скажу, без труда ничего никогда не создашь. Будет у тебя грандиознейший талант, но если у тебя не будет трудолюбия, усидчивости, ничего из этого не выйдет. Это во-первых. Во-вторых, что такое вдохновение? Это сублимация какой-то определенной энергии, которую ты в состоянии в себе возродить. А для того, чтобы язык был красочный, необходимо еще поэзию в душе вести. Если поэзия в душе вести, тогда ты будешь это излагать поэтично, но опять же через эти образы. То есть я уже, когда работаю, когда я вхожу в этот транс, я не вижу букв, не вижу, я вижу образы. Излагаю их на бумагу, думаю, бах, о, конец. А вот что испытали, когда закончили работу на бумаге? Не было желания продолжить, потому что прощаться нужно с этими героями, с которыми вы, наверное, уже сроднились и сроднились? Знаете, я вам скажу, ну нельзя утомлять читателя. Конечно, бы читателю еще хотелось, потому что многие мне говорят, что очень жалко расставаться, еще бы хотелось. Но нужно открывать для себя новый горизонт. Любовь и ненависть. А заглавлены две главы поэтического сборника «Татуровка на душе». А между этими полюсами на пронзительной струне звенит жизнь с ее падениями и взлетами. Северяне, они находятся в вечной ностальгии. На севере они мечтают о зное, а попав в зное, они ностальгизируют по прошлому, по снегам, по суровой природе. Вот эта вечная ностальгия, может быть, здесь и отражается в этих стихах. А на зимнем балу, кружевном хрустален, ветер и нем руки деревьев сковал. Сопки в белом плаще и в распадке в пургу ели, стройно укутались в теплом снегу. Эти дочери ели колымской метели, своим шорохом мне колыбельные пели. На душе год за годом оставили след, как на шее тату расцветает букет. Как запретный коктейль, боль, крови чернил, что на теле картину твою сохранил. На охрипшей душе радость с болью смешал, где любил телесея, мемшил и дышал. Сколько лет, в печали тревог, сколько пройдено мною по жизни дороги. Но как легкая сказка в просветах дождя, колыбах снега и детства не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok